Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antelife. Сегодня будем рассматривать новый смартфон, который выпустила компания THL. Модель называется THL 4000. Смею предположить, что эта модель является младшей версией в линейке THL 5400 и вот перед вами модель THL 4000. Это бюджетный вариант для тех людей, которые не готовы тратить много денег на свои смартфоны. Модель получилась очень интересной. Давайте посмотрим комплектацию. Во-первых, вот все технические характеристики. Можете остановить, посмотреть. Значит, что у нас поставляется в комплекте? В комплекте поставляется пластмассовый оригинальный бампер, есть в комплекте инструкция, зарядка. Зарядка у нас на 1 ампер. Есть гарнитура, есть USB кабель и стилус. Больше, в принципе, в комплектации ничего особо нет. Переходим непосредственно к самому смартфону. Смартфон у нас выполнен в размере 4,7 дюймов. По сборке модель интересно. По дизайну модель имеет около 11 миллиметров толщина, то есть это довольно-таки толстый смартфон за счет своего аккумулятора. Что из себя представляет? В общем, это закаленное стекло 4,7 дюймов диагональ. Снизу три сенсорные кнопки, которые подсвечивают с таким тусклым белым светом, но подсветка есть. Сверху у нас динамик разговорный, есть фронтальная камера на 2 мегапикселя, приближение датчика освещения и индикатор пропущенных звонков. С этой грани у нас качелька громкости и кнопка включения-выключения. Сверху разъем под наушники и разъем для зарядки и для подключения к компьютеру microUSB. С этой грани нет ничего. Сзади у нас пластиковая крышка, логотип THL, 5 мегапиксельная камера, вспышка и расшифровка логотипа. Вот эта вот вставочка, она тоже выполнена из пластика, она имеет такой структурированный оттенок, вот сейчас вроде бы сфокусировалась, вот такое вот оно, то есть на ощупь и на внешний вид очень даже ничего. Аккумулятор здесь на 4000 мАч, реальные тесты его я приведу чуть позже. Работает смартфон с большой стандартной сим-картой, с microSIM, которая вставляется под низ и слот под карту памяти. Вот такая вот модель получилась, динамик 1, довольно таки неплохого качества. Если говорить о качестве смартфона в плане сборки, то здесь меня все устраивает, крышечка закрывается довольно-таки плотно. Конечно, всю конструкцию значительно утолщает вот этот вот бампер, когда его мы одеваем, то есть смартфон и так не самый тонкий, но вот с бампером он получается прям вообще, то есть прибавляет еще наверное миллиметра два за счет этого бампера, ну может миллиметр. Но в целом, как бы вот комплектация довольно-таки богатая и в стиле THL. На перегиб, на люфтов, скрипов у этого смартфона нет и это довольно-таки хорошо. Набирает эта модель у нас в Antutu приблизительно 19, 18, 20 тысяч. Это довольно-таки неплохой показатель, если учитывать, что здесь четырехъядерный процессор MTK6582. Разрешение экрана здесь QHD, то есть 960 на 540, интерполирована камера до 13 мегапикселей, здесь 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт встроенной памяти и у меня установлена карточка памяти на 16. Сразу же говорю, что прошивка нормальная в отношении карты памяти, то есть карточку, когда ставишь, он сразу же с ней работает как собственная память. Скачивает приложение, устанавливает игры через Play Market. Частота процессора четырехъядерного максимальная 1,4, 1,3 гигагерца и в принципе все. Фронтальная камера здесь интерполирована до 8 мегапикселей. Количество точек касания здесь пятиточечный мультитач. Этого в принципе достаточно. Что по датчикам есть в этом смартфоне? Есть полноценный GPS, есть Wi-Fi, Bluetooth, датчик приближения, датчик освещения, акселерометр, есть вспышка и больше никаких датчиков нет. Прошивка здесь на полноценном русском языке, все в стиле THL. Интерфейс тоже стандартный, особо ничего здесь смотреть интересного нет. Вся информация о телефоне, о прошивке представлена вот здесь. Каких-то багов, глюков в прошивке я не заметил. Здесь 4.4 Android. Есть возможность выбора русского, украинского языка, естественно. Поэтому все нормально выполнено на достойном уровне. То есть это не сырой продукт. Касательно экрана. Экран здесь 4,7 дюймов, QHD разрешение, то есть 960 на 540 IPS матрица. Касательно такого низкого разрешения, в принципе для бюджетного устройства это нормальный уровень разрешения. И за счет того, что экран у нас небольшой, всего лишь 4,7 дюйма, то есть сейчас популярно 5, 5,5, иногда даже 6 дюймов есть. Вот за счет такого небольшого размера, довольно-таки неплохо смотрится экран. Пиксельные сетки я не вижу. Под микроскопом, под лупой я не смотрел. И если не всматриваться, то экран довольно-таки неплох. Касательно углов обзора, ну есть тут моменты, как бы не самая дорогая матрица установлена. Но тем не менее, под прямыми углами картинка выглядит довольно-таки достойно. Тут как бы я нареканий особо сказать не могу. Для такого уровня смартфона экран достойный. Я тестировал, как всегда, три варианта звучания. Это разговор, микрофон, динамик, просто внешний звук и в наушниках. В наушниках звучание вполне себе достойное. Есть низкие басы, довольно-таки чистый звук. Конечно, не идеал, но, в принципе, музыку слушать можно. Разговорный динамик и микрофон тоже мне понравились. В динамике звук громкий, чистый. Микрофон тоже записывает достаточно хорошо. В виде теста внешнего динамика я запущу для вас youtube, где мы сможем посмотреть какой-то ролик. звук, в принципе, довольно-таки громкий. Для устройства данного уровня вполне достаточно. Производительность. Что может по производительности данный смартфон? Да, в принципе, может многое. Здесь четырехъядерный MTK 6582, графический ускоритель Mali 400. Не слишком крутой экран в плане разрешения. То есть, нет необходимости обрабатывать картинку в качестве HD либо Full HD. Поэтому все современные игры запускаются. Все нормально. Ну и давайте просто посмотрим пример. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте посмотрим мои скриншоты по тому, как ловит GPS в этом смартфоне. Особых проблем у меня с этим. Не было. На горячую, с Wi-Fi, с помощью словил вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь спутников. Словил он их. Первый старт у меня меньше, чем шесть секунд. Результат более чем достойный. Аккумулятор это самый интересный момент данного смартфона. Все-таки за такую сумму денег, аналогов с таким аккумулятором на рынке, в моем понимании, по моей памяти, просто-напросто нет. Что же может этот аккумулятор? На аккумуляторе у нас заявлено, что он на 4000 мАч. Но мне почему-то кажется, что все-таки он немного меньше имеет на самом деле. Где-то в районе трех с половиной. Почему? Потому что он держит заряда меньше, чем модель THL 4400, у которого экран на 0,3 дюйма больше. То есть, ну, хотя бы, как минимум, он должен был бы держать хотя бы так же, как THL 4400. Но, несмотря на все это, результаты очень достойные. Вот, например, тест Antutu Tester 9307. Это с максимальной длительностью проведения этого результата. До 19% он его разрядил. Теперь в режиме работы в игре у меня смартфон разрядился. Сейчас покажу вам. Вот тут нет стандартной диаграммы разряда в этой прошивке, но я вот засекал по времени. То есть, у меня было 100%, включенный Wi-Fi был и 009 время. И разрядился он у меня до 4%, когда было время 5.11. То есть, более чем 5 часов с включенным Wi-Fi у меня работал Epic Citadel. То есть, 5 беспрерывных часов можно играть в игру, например, на смартфоне. И тест в плане просмотра видео. Вот у меня 14 часов 31 минута, 100%. И закончил я его тестировать. Вот этим скриншотом у меня остается 7%, 21.51. То есть, около 8 часов можно смотреть из интернета YouTube видео с максимальной яркостью. То есть, стоит сказать еще такой момент, что если вы загрузите на смартфон какой-то фильм не в самом лучшем качестве, потому что тут не нужно записывать Full HD фильмы, даже HD тоже не нужно записывать. Сделаете немножко меньше яркости, выключите ему Wi-Fi, то, возможно, у вас все 10 часов будет работать он в режиме воспроизведения видео. Именно поэтому можно сказать, что аккумулятор здесь стоящий и отрабатывает на 100%. Но в идеале, конечно, могло бы было быть и больше. Камера здесь у нас на 5 мегапикселей основная и на 2 мегапикселя фронтальная. Однако в настройках камеры здесь у нас пишут, что можно выбрать даже 13. Видеозапись у нас идет в формате Full HD. По поводу качества изображения основной камеры, в принципе, можно сказать, что за эти деньги камера достойная. Макросъемка нормальная, можно сфоткать листик А4 формата. Я вам сделаю фотографии на улице еще. Ну, то есть, при хорошем освещении камера будет еще куда не шло. Фронтальная камера, как мне показалось, такого уровня, как у Lenovo P780. Касательно поводу видеозаписи. Смартфон в режиме Full HD записи делает количество кадров в секунду порядка 19. Это не 30, и поэтому качество видео, это будет с тормозами, с рывками видео. То есть, это не то качество. Скорее всего, я могу предположить, что этот баг будет устранен в будущем, когда выйдет более новая прошивка. Если менять качество видео и надеяться на то, что количество кадров в секунду будет увеличено за счет снижения качества видео, вы ошибаетесь. На меньшем качестве будет еще меньше кадров в секунду. Вот такой вот парадокс. Поэтому по камере есть что доделывать производителю в плане прошивки, и тогда смартфон будет еще лучше. Вот такой вот у нас получился TCL 4000. Хочу сказать вам следующее. Эта модель стоит в Китае приблизительно меньше 100 долларов. Будем говорить так. В Украине эту модель можно будет приобрести в районе 2000 гривен. На сегодняшний день такая модель будет очень популярной. Ввиду того, что доллар у нас уже приблизительно 18 гривен. Смартфон 100% стоит своих денег. Есть за что тут платить. Аналогов этому смартфону за 2000 гривен я, если честно, не вижу. Тот же Lenovo P7P Lenovo A850 с аккумулятором вдвое меньшим, с таким же экраном, с такой же камерой, будет стоить дороже. Даже чем 2000 гривен. Именно поэтому модель получилась очень интересная. Можно будет и поиграть в игры, и поиграть в игры долго. И при необходимости сделать какую-то фотку листа A4. То есть для студентов, для школьников, либо даже пейзажек для обычных людей. В общем, звучание в порядке. GPS ловит. Все функции, все заявленное производителем, все работает. И так же забыл вам сказать, когда перечислял датчики, работает функция OTG. То есть к телефону можно будет подключить мышку, флешку, клавиатуру и тому подобное. Вот в принципе и все. Подписываемся на канал, подписываемся в нашу группу новую. Смотрим примеры фото и видео в ссылках в описании. И ждем новых обзоров от меня. Спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok